Привет! В данном видео я расскажу, как установить кошелек MetaMask на свой браузер Chrome, а также как купить криптовалюту ETH и отправить ее на свой кошелек MetaMask. Переходим в настройки браузера, дополнительные инструменты, расширение. В левом верхнем углу нажимаем на главное меню и открыть интернет-магазин Chrome. В поле поиска вводим MetaMask. Нас интересует вот это вот расширение. Нажимаем кнопку установить и в выпадающем окошке нажимаем установить расширение. Теперь нажимаем на значок, который появился в нашем браузере и нажимаем кнопку try it now, то есть попробовать сейчас. Здесь нажимаем кнопку продолжить. Теперь нам нужно придумать пароль, подтвердить пароль и нажать кнопку create, то есть создать. Нам генерируется уникальная картинка, которая будет присвоена нашему аккаунту. Нажимаем кнопку next, то есть далее. Здесь читаем условия использования. Нажимаем кнопку accept. принять, еще раз принять и еще раз принять. Теперь приготовим блокнот и нажимаем на вот этот замочек, чтобы увидеть секретные слова. Эти 12 секретных слов являются нашим приватным ключом, который необходим для восстановления кошелька в случае, если мы забудем пароль или если нам нужно установить этот кошелек на другом компьютере, а также для того, чтобы импортировать кошелек в другой MetaMask. Копируем слова и нажимаем кнопку next. Далее в это поле нам нужно ввести вот эти вот слова в том порядке, в котором они изначально нам предлагались в окошке с кодовой фразой. Запоминаем три первых слова и вводим их в том же самом порядке. Если мы правильно ввели слова, то высвечивается кнопочка confirm, то есть подтвердить, и мы попадаем в свой кошелек. Здесь копируем адрес эфир кошелька, и для того, чтобы пополнить MetaMask, нам понадобится обменник. Я рекомендую пользоваться обменником BestChange, потому что здесь очень много направлений, и вы можете выбрать из списка всех обменников то, что подходит именно вам. Например, Сбербанк, Эфириум. И здесь высвечиваются все обменники. Также обратите внимание на отзывы. Они должны быть положительные, и, конечно, их должно быть много. Для примера я покажу, как купить Эфириум за доллары платежной системы Advanced Cash. Выбираю в левом столбике Advanced Cash доллары, в правом – Эфириум. Мне высвечиваются все обменники. Выбираем самый выгодный курс, и здесь также указана минимальная сумма, на которую можно приобрести Эфириумы. Давайте выберем вот этот от одного доллара. Давайте купим 1 миллион Сатоши Эфириум. Это нам будет стоить 1 доллар 13 центов. В это поле мы вставляем адрес от Эфир кошелька, который мы скопировали в MetaMask после его создания. Вводим email, код с картинки, и нажимаем «Обменять». Нажимаем кнопку «Оплатить через Advanced Cash». Платеж успешно осуществлен. Продолжить. И теперь мы можем мониторить статус операции обмена. Для этого в своем кошельке MetaMask нам нужно нажать на опции аккаунта и «View in EtherScan», то есть просмотр в EtherScan. Как видим, нет сейчас никаких операций. Давайте немножко подождем. На обменнике уже отобразился хэш-сделки. По EtherScan мы также видим, что 30 секунд назад прошла эта транзакция. И на MetaMask уже отобразилась сумма в 1 доллар. Обратите внимание, что здесь комиссия по сети Ethereum была включена в сумму покупки Ethereum. Поэтому всегда покупайте немножко больше. И на самом MetaMask всегда имейте какое-то количество Сатоши Ethereum для оплаты комиссии. Давайте теперь выведем из этого кошелька имеющиеся у нас эфиры. Для этого нам нужно нажать кнопку «Отправить». Нам понадобится также адрес получателя, то есть адрес другого кошелька для Ethereum. Итак, я уже скопировала адрес моего кошелька, на который я буду отправлять денежки. И в MetaMask здесь сразу отображается автоматически необходимая сумма Сатоши Ethereum, которую мы должны будем заплатить за комиссию. Это очень удобно. Здесь мы можем выставить сумму, которую мы хотим отправить, например, 009. А можем нажать кнопку «Максимум» и тогда вся сумма, которая есть на балансе за вычетом комиссии, установится в это поле. И нам всего лишь нужно будет нажать кнопку «Далее». Здесь нажимаем «Подтвердить». И видим, что наша операция отобразилась в истории операции данного кошелька. По EtherScan мы также видим эту операцию. И здесь одна входящая транзакция и одна исходящая. Также мы получили подтверждение от браузера Google. И на нашем MetaMask данная транзакция стоит в статусе «Подтвержден» и на балансе «0». Этот кошелек очень удобен в использовании. И плюс вы полностью владеете Ethereum, которые находятся на кошельке, который вы сами создали. Так как у вас имеется приватный ключ. И вы можете его использовать для восстановления доступа к вашему кошельку. Давайте сейчас выйду из аккаунта. Нажимаем на картинку и кнопку «Выход». И предположим, что я забыла пароль от данного кошелька. Но у меня есть ключевая фраза. То есть приватный ключ, который я настоятельно рекомендую вам записать в нескольких местах. И надежно спрятать от посторонних глаз. Итак, у меня имеется seed-фраза, которую мы ранее скопировали в блокнот. Она мне сейчас понадобится, поэтому я ее копирую. И при попытке входа в данный кошелек MetaMask, я нажимаю кнопку «Импортировать ключевую фразу». В это поле ввожу скопированные слова, устанавливаю новый пароль и нажимаю кнопку «Реэсторы», то есть «Восстановить». И я снова нахожусь в своем аккаунте. Также в этом кошельке можно создать дополнительный адрес. Для этого нажимаем на картинку и нажимаем «Создать счет». Мы можем его как-то назвать и нажимаем «Создать». И теперь в нашем кошельке MetaMask имеется два аккаунта с двумя разными адресами, но с одной ключевой фразой. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их под видео в комментариях. Я надеюсь, что информация в данном видео была для вас полезной. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч на канале!